Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Гусейн Магомедов, президент Федерации Тэквондо Московской области, представитель президента Союза Тэквондо России и Хочбар Нур Магомедов, тренер сборной Тэквондо Московской области. Здравствуйте! Да, добрый день! С 9 по 15 сентября в городе Одинцово пройдет чемпионат России по Тэквондо. Пройдет он впервые. Сегодня хотелось бы более подробно поговорить об этом. Да, с 9 по 15 впервые пройдет в Московской области чемпионат России. Именно после грандиозного успеха на Олимпиаде. Все ждут, смотрят. У нас два золота, серебро, бронза. Все эти ребята будут здесь. Это была первая Олимпиада? Нет, у нас были серебряные и бронзы. Не было золота. Это было первое золото за долгое время у сборной России. И сразу два. Это прекрасно. И тем больше подстегиваются спортсмены, молодые, которые хотят, конечно же, штурмовать Олимпийский перестал и завоевать золото. Все увидели, что это возможно, что можно добиться больших успехов. На самом деле мы заняли первое командное место на Олимпиаде в неофициальном зачете. Это большой успех. И эти простые ребята, которые просто шли, и всех их знают, и реально не засуживают, не ломают. Человек может дойти до Олимпиады без проблем. Впервые чемпионат России по тэквондо пройдет в Одинцово для горожан, для гостей города. Это важное событие, очень интересное событие, потому что съедутся все регионы. Да, будет, наверное, около 80 регионов России, потому что здесь будут отбираться члены сборной команды России, которые в дальнейшем представят на чемпионаты мира. Приедут самые сильные, они все пройдут отбор у каждого в своем регионе. Только один первый номер своего региона будет участвовать на чемпионате России. Спортсменов будет не так много, наверное, человек 400. Но это лучше из лучших. Но надо понимать, что это уже 400, самые сливки в тэквондо России. Да, это самые-самые лучшие, потому что там будут ребята, которые будут бороться за основной состав сборной России, которые прошли отбор в своих регионах, чтобы стать лицом российского сборной тэквондо. Буквально за пару недель до начала чемпионата России в округе прошел чемпионат Центрального федерального округа. Да, у нас в Покросском, в Канцовском районе, в этом году тоже пошел чемпионат Центрального федерального округа. Тоже впервые у нас началось. Не просто так, наверное, уже проходит. В Одинцово у нас уже занимается в городском округе 2000 спортсменов и тэквондоистов. И потихоньку мы к этому шли. И по всему Московский область очень бурно развивается, тем более после Олимпиады вообще. И мы решили уже как бы брать на себя ответственность, брать на себя соревнования, чтобы люди видели, на каком уровне они проходят. И чтобы сюда приезжали самые-самые сильные. Чтобы люди могли видеть, что они тоже такие же люди, как мы, наши спортсмены. Что можно выиграть, они ничем не лучше, не хуже. Да тоже такие же спортсмены, которые чуть-чуть больше могут где-то тренировались. Теперь мы для наших спортсменов тоже делаем такой уровень, что они могли выставить у себя дома. Это и расходы уже как бы уменьшаются в два раза. Нам не надо платить за дорогу, самолеты, там гостиницы, там как бы все ребята местные. И на самом деле это очень развивает. Ну и подстегивает. Ну и как говорится, дома и стены помогают. Съемочная группа телеканала побывала на турнире ЦФО. Давайте посмотрим, как это было и узнаем, как выступили наши спортсмены. Давайте. Небольшой перерыв. Максим Ким корректирует технику боя своей воспитанницы. Нужно приложить совсем немного усилий. Ксения Сдор привыкла побеждать. Первый бой всегда сложный. Именно эмоционально и как настроиться на дальнейшие победы. Ксения оказалась лучшей в своем весе, как и Амина Сайпова, ученица Гусейна Магомедова. Спортсменка выступает в категории 46 килограммов и стабильно показывает высокие результаты. Усиленные тренировки, как бы готовилась тоже. Результат, естественно, высокий, первое место. Отбор пройден. Спортсмены Федерации Тэквондо Московской области показали отличный уровень. Теперь они будут представлять свой регион на чемпионате России, который пройдет в Одинцово с 9 по 15 сентября. Этот чемпионат в отличительной особенности имеет важную то, что команда сборной, которая будет сформирована по итогам этого чемпионата, она будет представлять Россию на чемпионате мира, который был отложен из-за пандемии с этого года на следующий. Это крайне важно, потому что участие на чемпионате мира победителям призерам дает высокие баллы в личный рейтинг, по итогам которых они попадают на Олимпийские игры. Поэтому ставки очень высокие, Олимпийские игры из-за пандемии, как говорится, уже не 4 года, а до закрытия рейтинга уже 2 на Париж. Поэтому участие на этом чемпионате мира будет определяющим. Кажется, до Олимпийского золота рукой подать, но на самом деле впереди у тех, кому предстоит выступать за страну в этом виде спорта. Много работы. Техничность, собранность, физическая подготовка необходимо будет выложиться на максимуме своих возможностей. А пока спортсмены демонстрируют мастерство на площадке. Ребята у нас хорошие, у нас очень высокий подъем пошел. Я думаю, на чемпионат России мы будем в полном составе, отберемся. Победа на чемпионате Центрального федерального округа – это только начало пути к заветному Олимпийскому золоту. Болеем за наших спортсменов и желаем им только победы. Гусейн, кто будет представлять Московскую область на чемпионате России? В Московскую область у нас будет очень много спортсменов. У нас будет два состава. На некоторых даже три состава, потому что, как принимающая сторона, нам разрешают выставить два состава. А третий номер у нас еще кто выиграл ЦФО. У нас таких четыре ребят, две девушки, два мальчика. В некоторых весах у нас будет по три спортсмена. И, как бы, вот у нас сегодня Хучбарна Магомеда Калязевец, капитан команды сборной Московской области. Ну, готовы. Посмотрим, что будет показывать. Команда готовится. Некоторые подгоняют веса. Ждем. Восьмого, девятого числа у нас начинается мандат к взвешиванию. Будем принимать всех костей на высшем уровне. Хучбарна, на каком уровне сейчас находится команда сборной Московской области? Психологически вы готовы к чемпионату России? Да, мы готовы. Мы готовились на сборах на базе отдыха Бокровская. Сейчас осталось несколько дней. Спортсмены уже выехали со сборов. Сейчас, как бы, такой подготовительный. Несколько дней ребята сами и в сборной подготавливаются. Мы подводим себя к соревнованиям. Кто-то гоняет вес, кто-то морально, психологически себя подводит. Все на старте, все заряжены, готовы. А вот с чем может возникнуть трудности? Как ты считаешь? Вот чего может не хватить ребятам? Именно на соревнованиях? Да, я думаю, мы все профессионалы и все должны подойти в хорошей форме. Не будет проблем, я думаю, только если... Если себя хорошо настроить, правильно настроить, проблем не будет. Гусейн, я правильно понимаю, что те, кто выиграет чемпионат России, они дальше поедут на чемпионат Европы, чемпионат мира? Ну и, соответственно, уже это прямая дорога к Олимпийскому? Да. На самом деле, это очень важный старт в этом году. Потому что из-за пандемии была перенесена и чемпионат мира, и чемпионат Европы. И на самом деле, кто выиграет сейчас чемпионат России, войдет в сборную, он будет участвовать в следующем году на чемпионат мира и чемпионат Европы по Олимпийским весам. Как бы получится два соревнования в один год. Ну, у нас каждый год будет одни соревнования, другие соревнования через год. Да, Европа один год. Ну, то есть, по сути, получается, что сейчас это уникальная возможность за достаточно короткий период дойти до Олимпийских игр. То есть, есть ради чего выкладываться, тренироваться, наверное, сутки напролет. На самом деле, осталось очень мало. Осталось даже не три года, уже до нашего цикла два года. Третий год у нас уже будет отборочный. За эти два года спортсмен должен набрать хороший рейтинг и хорошие баллы на международной арене, чтобы попасть на Олимпийские. Ну, кто сейчас в хорошей форме, тот, я думаю, сможет себя показать на этой России. И в дальнейшем за этот год мы сможем в лидирующей позиции зайти, чтобы могли претендовать на Олимпийские игры. Хучбар, вот как ты считаешь, в чем преимущество сборной Московской области? Сейчас самое главное преимущество – это то, что мы находимся дома, будем выступать у себя в родных стенах. И это самое большое преимущество. А так у нас команда очень сплоченная. Это наше самое, наверное, лучшее. Это то, что мы очень дружная команда. Друг друга поддерживаем везде и всегда. И вот эта поддержка наша, и командный дух – это наше самое важное. Да, это один из козыров у нас в России. Да, все команды, они дружные, большие, хорошие. Но все признают, что, да, Московская область, сборная, вот именно молодежные, взрослые, которые ребята уже, они более самые сплоченные, да, они всегда друг за другом хорошо стоят, да, и кричат, и поддерживают, и в работе, и в тренировках. Ну, очень близкие отношения, как бы ребята притерлись друг к другу. И постоянно на соревнованиях, на сборах вместе, и на самом деле очень сплоченная команда. Вся Россия признает, что Московская область – самая сплоченная команда, и болеют друг за друга, как за себя. Возможно ли прийти обычным жителям, гостям округа на чемпионат, поболеть за сборную, посмотреть, как будет организовано, и вообще когда, в какое время самые зрелищные бои? Самые зрелищные бои – это будут финалы, конечно, они под вечер будут, вот после пяти, после четырех. Но единственное, вот у нас… Ну, это вот в какие дни, вот так вот, наиболее такая зрелищная? В 10-е, в 11-е, в 13-е, в 14-е. Ну, с такой ситуацией, с пандемией, да у нас, как бы, коронавирус, ну, как бы, 50% зала, полностью зал тоже не будет, там, как бы, выпускать. И за это много зрителей, как бы, не приглашаем, но кто сильно хочет, тот придет и посмотрит. Но все-таки, наверное, спортсменам очень важно, когда за них болеют, когда они слышат поддержку трибун, болельщиков, да, Хочевак? Да, конечно, это очень, как бы, мотивирует, особенно, когда ты проигрываешь, ты можешь изменить ход поединка и вырвать победу, особенно на последних секундах. Поддержка очень важна для спортсмена, для всех спортсменов, наверное, она важна. И поэтому приходите, болейте. За наших. Да. За наших. Мы это все сделали, как раз для наших молодых спортсменов. Во время они будут взять пять дней, мы будем с ними фоткаться и тренировку провести. Мы уже запланировали для юноши и юниоров тренировку с олимпийскими чемпионами. Ну, мы полным ходом используем то, что нам дали провести чемпионат России. Мы все, что можно выжать, это тут для нашего спорта, для наших горожан, для московской области, чтобы они могли полностью получить все от профессионального тэквондо, от этих чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Безусловно, чемпионат такого уровня, как чемпионат России, не смог бы проходить в нашем округе без поддержки. Кто вам помогает, помимо, безусловно, Федерации, Союза Тэквондо России? Не, на самом деле, непроста. Мы провели чемпионат России. До этого у нас прошел турнир Бетва под Москвой на призы Ларисе Евгеньевне. Все прекрасно понимали. Она нам дала очень большую надежду в развитии тэквондо, именно в Одинцовском районе. У нас прошел шикарный турнир. Также и Андрей Рубич, который не отказывает нам никогда ни в чем, и в залах, и в соревнованиях. Как бы у нас появился новый президент Федерации Одинцова, Риваз Ривазович, который постоянно приходит на наши все соревнования, турниры, на тренировки. Да, без поддержки администрации, на самом деле, наверное, мы это все не затеяли бы. Также и Министерство спорта Московской области. На самом деле, со всеми хорошие отношения, все поддерживают, потому что мы стараемся быть в обойме. Как бы нам нравится. Ну, со своей стороны, я хочу сказать, что Федерация Тэквондо Московской области активный участник всех социально значимых мероприятий в округе. Все субботники, все праздники, мероприятия, или там, где нужны волонтеры, в том числе, которыми являются ваши спортсмены, вы всегда на передовой. Да, это одно из таких. У нас очень сполоченная команда. Это Игорь Леонидович, когда куда-то идет, мы просим, чтобы нас с собой взяли также в Майдану. Ну, вы всегда готовы протянуть руку помощи? Да, мы всегда, где есть что-то, мы готовы, потому что мы же все время тренируемся. И у нас, когда есть свободное время, мы с большим удовольствием даже некоторые школы ходим, там, сами напрашиваемся, субботник сделать. Потому что мы используем их стадионы, там, вот сейчас у нас в дружбе тоже попросили, чтобы мы хотим, разрешили нам сделать у них субботник. Потому что мы, на самом деле, используем все залы, спортзалы, это стадионы, на эту школу. Но, на самом деле, нам сегодня комфортно в городе. Спасибо главе администрации, да, это наш Андрей Леонидович, который нас понимает, и вся его команда, и я, и горожаны. Хачапар, почему тэквондо? Почему ты выбрал именно этот вид спорта, и сколько лет ты уже занимаешься тэквондо? Ну, я занимаюсь, наверное, с 11 лет тэквондо. Это был один из первых моих видов спорта. Я, как пришел на первую тренировку, то уже все, понял, что это мое, и все, я останусь в этом виде спорта. А вот что именно привлекло? Вот после какого момента ты понимал, что уже все остальное как бы отошло на второй план? Ну, когда ты приходишь и начинаешь, и понимаешь, что это тебе нравится, у тебя получается, и дальше еще больше желаний возникает заниматься, улучшать свои навыки, больше выступать и тренироваться. А чему ты научился благодаря тэквондо? Всему, наверное. Моя жизнь – это тэквондо, и я, можно сказать, всю свою сознательную жизнь нахожусь в этом виде спорта, и как воспитание мне, это характер, этот вид спорта привил, так и отношение к людям, вообще мировоззрение мое. Ну, спортсмен – это такой человек, который, ну, который себя всегда, наверное, ограничивает, и у него какой-то кодекс спортсмена, и, ну, я надеюсь, что дальше тоже останусь в спорте и до конца своей жизни буду. Ну, если бы тебе сейчас предложили, вот еще раз, вот ты такой же 11-летний мальчик, стоишь перед выбором пойти на тэквондо или заняться футболом, что бы ты выбрал? Тэквондо. Однозначно. И не случайно задаю все эти вопросы, потому что сейчас сентябрь, начало нового учебного года, и многие родители сталкиваются с проблемой, куда дать ребенка. Неважно, мальчик это или девочка, какое направление выбрать, какой вид спорта. Ведь сейчас огромное количество предложений, но как найти ту самую верную дорогу? На самом деле тэквондо, он очень красивый, но здесь не ломают руки, здесь не бьют по носу, да, как бы пришел человек, и он просто как занимается физкультурой и потихоньку набирает навыки. И после того, как он понимает, здесь очень умный вид спорта, тоже странно, что фехтование, да, здесь просто то же самое надо сделать ногами, что фехтование. Электронные носки, это надо бить ногой так, как ты ударил рукой. И на самом деле физическое состояние должно быть очень быстрое, скорость должна быть хорошая. И из-за этого приходится, которые приходят ребят, мы, большинство их, они должны первое, прежде чем что-то добиваться, они должны физически достаться сильным. И здесь нет травм, здесь ничего не ломается, ничего не крутят, там, никуда не бьют, куда не надо. Здесь все как бы на электронной системе, и все на логике. Ну, главное это здоровье. Ну, и при всем при этом, это еще перспективный вид спорта, олимпийский вид спорта, то есть ты понимаешь, что если есть цель у ребенка и родителей, все-таки действительно профессионально заниматься спортом и ставить какую-то задачу, да, то вот это, наверное, тот самый случай, когда за короткое достаточно времени, ну, можно добиться высоких результатов. Самое главное для девочек самое хорошее, потому что здесь прекрасное тело, прекрасное, и здесь у нас никто не в шортах, никак, здесь кимоно красиво тоже одет, легкое, никак, там, крепкое в других видах спорта. Ну, и навыки самообороны. Да, навыки самообороны, человек может на дистанции человека остановить, ногой, рукой там, и отойти, ну, для девочек лучше нет, это 100%. Масса преимуществ, но пока родители и дети, которые только-только начинают свой спортивный путь, еще сомневаются, выбирают дорогу, профессионалы выходят на площадку и побеждают. Я желаю только победы, только золота, и не сомневаюсь ни на минутку, ни я, ни, наверное, телезрители нашего канала, что вам это по плечу. Да. Болеем за наших с 9 по 15 сентября в городе Одинцово пройдет чемпионат России по тэквондо. Приходите, поддерживайте спортсменам, это очень важно. Спасибо, спасибо. Спасибо вам за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.